итак друзья теперь давайте вот что мы с вами узнаем очень простое использование jupiter ноутбук джанга да значит а ну смотрите что я сделал для участников школы я создал простое приложение start up это вы уже умеете делать до модель модель а мы с вами договорились что один проект мы будем делать для тренировки для того чтобы работать с api сейчас поймете что такое api то есть доступ к моделям через командную строку дальше в занятиях когда мы будем работать я вас научу в голове достраивать то есть если взять немножко поясню смотрите ребят просто я хочу чтобы вы запомнили пару простых истин сейчас перейдем к делу так вот смотрите если мы заходим документацию джанга и любого другого продукта и не важно какого языка пусть это будет kotlin python везде показаны принципе работы с api иными словами это выглядит как куски кода если мы возьмем сейчас модели до допустим начала работы с моделями то дальше мы видим мы видим определенные модели до которые построены а дальше мы видим только работу с api да по сути дела всегда это одна строка до одна строка две строки то есть на что о чем это говорит это говорит о главном то есть что нам надо извлечь или применить какой-то метод да все остальное функцию до вот кто что мы обычно привыкли делать я вас потренирую в этом да вот там мы привыкли писать там df и пошла дальше функция для пайтона то есть для джанга вопрос в том что в чем проблема новичков проблема новичков в том что ему проще написать функцию и посмотреть как это в общем работает это очень неправильный подход в принципе подход губительный и я много времени отдавал в уроках чтобы учить работать с api но все-таки пришел к тому что надо все это показывать очень очень подробно поэтому когда я начал курс курс да вот мы идем идем тут сначала джанга инструменты потом был отдельный сервер мы запустили на джанга и сейчас когда начал джанга 2 профессиональное изучение да кстати тут бесплатную среду мы сейчас в ней работаем и неважно пайчаром вы берете или в данном случае я взял вижу студия это одинаково да везде будет одинаковый код поэтому просто дело предпочтения так вот мы новичок старается всегда сделать полную функцию на самом деле то что касается самой функции вывода данных потому что мэль это мы научимся достраивать это важно ведь самое главное что самое главное извлечь объект да как понять он извлекается как мы к базе данных да какие методы применим чтобы извлечь там одну две пять записей или там нечто еще сделать поэтому для меня сразу очевидно то есть у меня в голове достроилась и я уже смотрю на этот пример допустим и я четко понимаю как я буду писать функцию мы потренируемся то есть вы должны считывать так что переменные присвоили значение это у нас модель это менеджер и это метод все дальше то чтобы в поле вписали извлекли все очень просто сохранили это все потом но теперь существует одна такая вещь например если мы откроем командную строку то обычная командная строка в ней как только вы записали то есть закрыли ее все фрагменты пропали а жупитер ноутбук жупитер ноутбук в нем можно все сохранить документ то есть и он будет у нас сохранил как документ формате айпай нб да ну я понимаю если считать аэрон питон ноутбук да единственное что я смотрю вижу studio он он все это записал как джейсон да но вопрос там мы потом разберемся пока будем в вебе так вот что я хотел сказать очень важно что надо сейчас прямо запомнить ребят я сейчас в школе просто ну не дам возможности вам избегать я вместе с вами буду делать чтобы вы привыкли я потом дам вам статью миша беляковского который когда-то описал да что вот он обнаружил что он не умеет работать с документацией в общем так запоминайте это важно если вы будете сторониться чем больше быстро сторониться api и меньше работ с командной строкой тем далее будете отодвигать ясность понимания никогда нельзя понять не документацию никогда нельзя четко разобраться глубоко в работе любого продукта и абсолютно любом языке если вы избегаете командной строки поэтому есть очень крутой инструмент единственное что раньше я показывал по-другому как его запускать сейчас мы сделаем это просто и так ребят смотрите я создал вы можете как хотите назвать просто я создал моды модель с апп приложения да создадите да в школе далее далее стоп где она ну не там далее добавил в админку то есть создал модель вот сейчас перепишите эту модель до сначала импорт далее я создал просто простую простую модель чтобы мы посмотрели как работает jupiter ноутбук класс модель апп модель с модель да откуда и дальше одно поле тайтл модель с чартфилд и обязательный параметр сколько символов взял за макс лек 200 ну и применил метод чтобы было читаемо по сути дела чтобы мы могли создать через джупитер какой-то объект а потом а потом значит посмотреть что он создался в админке действительно в общем работаем джупитер ноутбук так вот это довольно просто первое что ваше виртуальное окружение надо обязательно установить жанга экстеншен я сейчас открою номер новый терминал то что я делаю мы делали в уроках да я дам ссылку на первый урок потому что мы делали кто захочет бесплатную среду потому что ребята спрашивали да и я просто сделал несколько уроков научился между с вами я привык к пайчарам за эти годы но думаю дай-ка посмотрю это очень крутой инструмент получился да и мы с вами настроили полностью рабочую среду для джанга пайтон вижу студия совершенно бесплатно очень круто но классно да так и так нам надо установить следующее расширение в описании видео я все это дам ребят не переживайте грубо говоря вот что вы должны сделать сейчас я скопирую устанавливаем обязательно в наше виртуальное окружение джанга экстеншен да иными словами все это просто в виртуальном окружении которое вы активируете устанавливаете у меня установлено я проделаю потому что от этого страшно ничего не будет все да у меня стоит что она установлена кроме этого мы с вами ранее в уроках устанавливать жупитер ноубук я не буду повторять он установил айрон пайтон да то есть без него не будет работать но когда мы устанавливаем жупитер ноубук то айрон пайтон однозначно устанавливается да далее нам надо в инсталит апс джанга да в настройки добавить джанга экстеншен запустите команды я там не смотрел но в любом случае запустите команды майки мигрейшн единственное что раньше я делал да обратите внимание чтобы не набирать команды я сейчас еще повторюсь и кто-то с этого видео начал с линукса да то я для себя сделал алиасы и у меня есть даже вот я вызвал при помощи алиаса а сам сами алиасы то есть команды по пайтон менеджер пай маки мигрейшн мигрейт я себе пометил командами алиасы мами ст рунс жупитер ноубук жупитер ноубук шелл да все это мы проходили все это есть в курсе джанга 2 когда настраивали сервер пусть это настольная убунту да но там был дебян но разницы здесь совершенно никакой нет итак когда мы добавили теперь мы можем запустить обратите внимание очень простой командой нам просто надо запустить командой вот такой python менеджер пай шелл плюс но ты бук и мы запускаем ноубук надо и все он заработал то есть токены но теперь если мы открываем да ну и по чарам и запустился там тоже жупитер ноубук поэтому мы сейчас по чарам закроем одинаковые по чарам запускается везде из командности как хотите так вот так все я я вспомнил я там дал команду файлы пай открывать при помощи пай чарам потом переделаю то есть то есть я открываю жупитер ноубук жупитер ноубук а стоп я еще не привык этой среде нажать control по моему и щелчок все жупитер ноубук вот мой проект да вот старый жупитер мы сейчас его и откроем но обратите внимание когда мы new да у нас появляется такая вещь jango shell плюс то есть потом попробуем просто python 3 мы можем просто напросто сейчас секунду ребят я кое-что сделаю то есть вот я jango плюс да shell при этом мы можем и сохранить ноубук рассмотрим будем с ним работать в любом случае никуда он не денется и по сути дела мы его можем найти потом и в пай чарам и везде итак ну теперь давайте вот сделаем так откроем нашу visual studio и попробуем как работает джанга вызывает ли ошибки то есть открываем нашу модель нашу модель приложение models up да накрываем нашу модель у нас одно поле title да то есть по сути дела давайте попробуем добиться модель нашу называется модель апп и поле title приложение наше называется модель апп ну вот давайте работать работаем значится фромс единственное что здесь вот в пай чарам внутри есть авто завершение кода но с одной стороны когда вот здесь его нету это и лучше больше писать я говорю ручками 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 поэтому модель есть далее откуда файл модель импорт импорт название нашей модели мы смотрели модель а а а сейчас я попробую шиф плюс enter сейчас подождите так и дальше я запускаю то есть ошибки не вызвало значит мы понимаем что все работает теперь давайте обратимся к модели к базе данных запишем какую нибудь вещь ну самую простую ну пусть это будет пусть это будет mine title то есть мой заголовок или вот ну это это на самом деле не имеет значения просто мы сейчас работаем да Далее Наша модель Как называется Все правильно Модель А Модель А Так я смотрю Там вспоминаю Модель А у меня 2П Далее прописываем менеджер То есть все это Ребята школы я думаю Клет То есть создать И далее Вписываем наше поле Давайте сначала вызовем ошибку Назовем поле как хотим Потому что зачастую в документации Вечные проблемы То есть из-за простого непонимания Где-то человек смотрит И начинает там где-то вводить Всегда с полями То есть по сути дела И вводит А у меня написано в модели Тайтл Давайте вызовем Сначала ошибку Сначала вызовем ошибку Возьмем name Присвоим значение полю Ну допустим Валера И нажмем run Да Мы вызовем ошибку Да Нам в модели Не существует Все правильно В модели нету такого поля Если мы посмотрим У нас title А мы кнаем Кнеем То есть Значит Вот в чем прелесть Да Вот здесь мы Мы могли Вот что сделать Добавить поле И прямо здесь Взять markdown И написать Вызовем ошибку Вызовем ошибку Далее Теперь опять Берем Выбираем не коды А markdown Теперь ведем Правильное название поля И добавим следующее Но следующее Уже У нас коды будут Да Выбрано Теперь мы Вот это скопируем И вставим сюда Только теперь мы Имя нашего поля Title И запустим Значит Сейчас Секундочку Ошибки нет По одной простой причине Сейчас поясню Что Мы не отработали Сначала Да То есть Смотрите Если мы пойдем Вот сначала Сейчас Но Ребят смотрите Ведь ошибка наша Называется На модель А Не существует Все верно Давайте посмотрим Внимательно Модель А Модель А То есть Дальше Новичок Себе мог бы Делать так Я Оказывается Не Правильно Списал модель И Вот он уже Запомнил Себе Что вот так Будет вводиться Ошибка Вполне Логично Да Что модели Такой не существует Давайте Мы Неправильно Вписал модель А вот здесь А вот здесь Исправил Стоп Мы Сделаем Так Исправляем Название Модели Добавляем Поле Но уже Коды И Копируем Сейчас Справим Абсолютно Верно Имя Модели Написано Неправильно Надо Большой Буквы Здесь Да То есть Стиль Горбатого И Вот давайте Мы сейчас Здесь попробуем Запустить Да Ошибки Не вызвало То есть Все нормально Создался Объект Теперь Давайте Проделаем Такое Действие Это Сохраним Он Тайтл И применим Метод Сейв Сохранить И Запустим Его Все Сохранено Теперь Давайте Вы запомнили Да Мы вписали Слово Валера Теперь Мы Можем Открыть Наш Открыть Наш Сервер Открыть Наш Сервер И Просто Посмотреть Запустился Запустился Сервер Все это Мы с вами Рассматривали И Зайти В админку Итак Вот Наша Модель С Ап Если мы Откроем Вот Наша Валера Которую Мы Добавили При помощи Апи Да То есть Работает Только С командной Строкой Иными Словами Это То Что Вот Мы Добавили Да То есть Все Сохранилось Все нормально Вот Это Ребята И Называется Работа Сапи Да Четкое Понимание Что и Как Происходит И с этим Надо работать Очень Очень Серьезно Я дам Статью Михаила Беляковского Вы Почитаете Да Где он Описывал Вот Как он Понял Что Не умеет Работать С документацией Тогда обращайте Внимание На уроках Что Я говорил Да Если мы Сохраним Мы сможем Сохранить То есть В данном Случае Мы У нас Сейчас Простой Код Но Обратите Внимание Например Давайте Откроем PHR То есть По сути Делаешь Любой Средой Работаете Вот этот Jupyter Ноубук Он Сохранится Так Ну Там Тоже Будет Такой Сервер Я Другое Хотел Показать Что Ну В общем Я вам Говорю Что Там Он Будет Так У нас Вот Этот Проект Сейчас Мы Его Запускать Не Будем Потому Что Надо Сервер Менять Да У Нас 800 И Вот И Вот Мы Посмотрим Да То есть Мы Могли Обозвать Там Потом Разобраться Вот Смотрите Вот Наш Да Только Без Комментариев Здесь По HR Он Сохранился Но Здесь Он Сохранится Полностью То есть Полностью Сохранится При этом Мы Могли Переименовать О чем Это Говорит Это Говорит О том Что К Любому Коду Мы Можем Дописать Исправить Вернуться Но В конце Концов Разобраться На Очень Глубоком Уровне Как Это Работает И Что Происходит На самом деле Это Очень Круто Это И есть Работа С API Это И Есть Первый Ключ К Очень Глубокому Пониманию Джанга Да Вот Этим Будем Обязательно Заниматься Разных Плюшек И Вот Мы Видим Джанга Shell Плюс Да У нас Сейчас Работает Попробуйте Сами Домашнем Задании Просто Python Запустить Будет Ли При той Команде Которая Мы Запускали Работать Просто В Python Без Джанга Shell Но В любом Случа Сейчас Нам Удалось При помощи Одной Строки Всего Лишь Запустить Jupyter Но Бук Теперь Ребята Вот Смотрите Молодцы Да Вот Я смотрю Работа Во всю Идет Где-то Я тут Видел Кое-что Хочу Рассказать Так Ну Не удивляйтесь А Сачи Всегда Сам Больше Сообщений Я Что-то Спрашивал Описывает Вот Он Молодец Разберется И Описывает То есть Это Он Работает Я вижу Сервер Я хотел Еще Парней Найти Вот Мне Понравилось Очень Молодчином Евгений Рябов Это Новый Парень Вот Ребята Смотрите Вот Это Он Очень Правильно Делает Для себя Да То есть Домашнее Задание Написать Свои Варианты Должно Быть Вар И Валь Это Котлин Уже Переменных Без Объявления Типа Сложить И Человек Объявление Инициализация Объявление Инициализация Конечно Я понимаю Что Ага Будет Читать Новичок И Мне Надо Убедиться И Чтоб Другие Ребята Почитали Вот Это Молодчин Только Маленькая Домашняя Инициализация Переменной Это То есть Я жду От него Ответа Почему Потому что Например Инициализация Переменной Это Не Относится Ни Пайтон Ни Котлин Это Вообще Относится В принципе К языкам Программирования Это Глобальные Понятия Которые Надо Просто Знать Да И Мы Заостряем Внимание Далее Я Что Делаю Я Направляю Парня Да Например Судя по Комментарию Коду Решили Заниматься Серьезно Значит Вам Нужна Вторая Часть Задания Начнем С нуля При этом Сейчас Потом Отвечу Опишите Что такое Переменная В целом Важно Описывать Ребята Сейчас На своем Уровне Понимания Поверьте Мне Что Код Ваш Будет Чем дальше Тем ближе К техническому Далее Дальше Я вам Уточняю Где Хранится Информация При Объявлении Переменной Ведь Информация Может Храниться Самой Переменной Может Выделенной Памяти Это В разных Языках По разному Надо Четко Убедиться Я попросил Его Создать Переменную Из трех Языков Вы что Думаете Сложно Нет На данном Этапе Ему Совершенно Не сложно То есть Он Легко Если он Создал Переменную В Котле Он Создал Переменную Пайтон И Переменную Джиси И дальше Прокомментировал Когда у меня Ребята Спрашивают Вот я Так хочу Ребят Так это Все По желанию Вот Асачи Делает Все Домашние Задания Вот я Тогда И направляю То есть Для чего Я это делаю Я никого Не выделяю Ребят Кто есть В группе Кто работает Активность Я с тем И работаю То есть А я У меня нет Такого понимания Что там Там допустим Петров Луча Сидорова Или Сидорова Луча Иванова Нет Вот есть Ребята Работают И все Вот Показывал ранее Димонак Был Да Вот И есть Да Вот он Работает Делает Домашние Задания Я направляю Зачем По одной простой причине Понятно Что эти Ребята У которых Больше времени Там Больше может Именно времени Скорее всего Больше на остырности Они делают Все эти Домашние Задания Я понимаю Что Сообщение Которое из группы Получит вся школа И у ребят Которых меньше времени Они тоже это Посмотрят Это все Круто Да Так 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 Все 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 делается Все Работа идет Я смотрю Все нормально Так Для тех Кто начал Только с этого Видео То что там Нужные ссылки Я дал В описании Видео Начинать надо С сайта SPB Рететут Рететут Ру Повторяю Цель школы Цель школы Я ставлю Всегда Чтобы человек Начал писать Код Вторая Важная Цель С школы На выходе Чтобы человек Мог писать Абсолютно Любом языке И мы Это достигаем Да Новости Новости школы Можно смотреть Вконтакте Адрес Очень простой SPB Нижнее подчеркивание Вконтакте Ком SPB Нижнее подчеркивание Тут Да То есть Это чисто Новости школы Но Начинать С уроков Надо Именно Сайта SPB Летут Точка Ру Сейчас Возможно Вы видите Уже Я уже Говорю Вы видите Да Другой интерфейс Потому что Ну На данный момент Записи Видео Я Сайт Переписываю Ой Не то Показал Это Не так важно Да Просто По ходу Как есть Время Да То есть Вы можете Видеть Другой интерфейс Но уроки Которые О которых Я говорю Они в любом Случае Будут Там Нового Много Будет Но Вот эти Уроки Они важны Ребят Смотрите Мы работаем Жупитер С командной Строкой Это у вас Отложится Понимаете Просто Я хочу Чтоб вы Взяли Себе В привычку Убрали Все страхи И в принципе Когда не страхов А есть Понимание То есть Когда У нас Есть понимание Да Что мы делаем То страх Конечно Уходит Но При этом Появляется Очень четкое Понимание Работы Любого продукта В данном Случа Это Джанха Но мы Можем работать Дальше Абсолютно С любым С любыми Продуктами Котлин И понимаете Что происходит Это очень важно Это очень круто Понимаете И еще раз Напомню Ребят Если вы будете Сторонить С командной Строки Считайте Что вы будете Отодвигать Своё Ясное Понимание Поэтому Я для себя Поставил Ближайшую Цель Просто Бок Обок С вами Все это Продел Чтобы Вы Очень полюбили Эту Командную Строку Научились Достраивать Саму Функцию То есть Быстренько Извлекли данные Ага И себе Сообразили Я буду писать То-то 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 И уже Пишем Это Очень важно Потому что Всегда самое важное Только одно А Сами операции Как я извлеку И что я потом Сделаю Да То есть Я хочу Там Три Записи Пять Или Там Одну Излечь Ну Например Давайте Там Вот Теперь Создадим Второе Поле Да Какое-то Ну Давайте Уже Markdown Сейчас Давайте Проведем Операцию Проведем Другую Операцию Это Все Интересно Очень И Добавим У нас Поле Только Теперь Давайте Возьмем Вот Что Сделаем Вот Наша Модель Да Уже Правильная Вставить И Мы Вот Что Сделаем Вот Что Мы Сделаем Ну Давайте Еще Просто Вот Мне Уже Через Командную Страку Чтоб Не Добавлять Заголовок 4 Заголовок 5 Пусть Будет Заголовок 6 Итак Ребят Смотрите У меня Сейчас Ну Давайте Вот Это Было Не Совсем Осознанно Я Вообще Просто Поставлю Заголовок И Тут В общем Все Разные Заголовок Некое Слово Валера И Вот Так Давайте Приведем Определенно Приведем Другую Операцию Перепишем Метод Перепишем Метод То есть Выборки Объектов Кересет Возьмем Метод Али Метод Али Ну давайте Откроем Сейчас Сам Кересет И метод Али Для нас Что важно Понять То есть Али Возвращает Копию Текущего Объекта Кересет То есть Кересет Надо Для себя Понимать Это Выборка Выборка Объектов Под класс Это может быть Полезная функция Вы можете Передать модель Менеджер И объект И делать дополнительный Проект Будем заставить внимание Что вот здесь написано Что за объект Здесь он все выходит Выводит Да Давайте еще почитаем Хорошо Теперь давайте Попробуем Да Переписать Функцию Нашу Модель Апт Мет Аль Да То есть По сути дела Мы ожидаем Что выведет Все объекты В данном случае Мы Запускаем Запустили Да И пишем Допустим Принт И нашу переменную Он и тайтл Да Действительно Только что он показывал Заголовок Дальше Валера Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Ребят И вот здесь мы пишем Мы можем Спокойно Для себя Помечать Особенно Если человек Новичок Да В данном случае В данном случае В данном случае При Выполнении Метода Аль Обязательно Пагинация Все Для себя Пометили Почему Потому что Ну представьте Он вывел Все заголовки Да А там будет Тысяча записей Просто Это грубо говоря Зачем грузить базу Но когда мы Допустим В данном случае Будем делать Пагинацию Мы для себя Вот раз Сейчас вы И запомнили Да То в принципе Будет вводиться Там по 10 записей Никакой загрузки Не будет То есть Будет считываться Поэтапно Но Сразу Можно показать Есть лучший метод Лучший метод Если не нужны Все записи Все записи Это OrderBy Метод OrderBy И добавим Давайте применим Еще один метод Здесь у нас Получается Видите Я просто превращаю В документ Который Можно потом Просмотреть Это очень круто Мы сейчас Возьмем Вместо Al OrderBy OrderBy И Мы можем OrderBy найти Кересет Это самое важное Когда человек Понимает Чего там Выводить Да Вот здесь Справа Будут все методы Да В документации И в принципе Не так сложно Будет найти OrderBy Да Я просто знаю Где он И здесь Мы Легко читаем Понимаете То есть Сразу идет Понимание документации Ну Хотите Переведить Заказываем Заказ Кортеж Смотрите Во первых Смотрите По умолчанию То есть Мы заказываем Это Кортеж Модели Меты Приопределить При помощи Метод То есть Грубо говоря Мы Переопределяем И здесь Мы Что еще Для себя Полезное Извлекаем Что любые поля Отлично Для вас Вот новичок Смотрит Ничего А для меня Я уже считал Что я могу Здесь Понимая Что если поля Что мы Что мы Можем Сделать Ребят Ну давайте Подумайте Ну вот Возьмите Вот Можем Поля Значит По сути Дела Мы можем Вообще Поменять Оно Будет В обратном Порядке Вводиться Правильно Правильно Ну давайте Попробуем Это сделать Так Пишем Сначала Вводим Ордер Бай Сначала Вводим Просто Запускаем Метод Ордер Бай Вот это Мы сейчас Сохраним И запускаем Его И далее Вставить В данном Случае Вставляем Да Смотрим В данном Случае Действительно Он вывел Все результаты Но Ордер Бай Это Классный Метод Он Очень Крутой Итак Проверим Работу С полями Проверим Работу С полями Проверим Работу С полями Это то Что мы Здесь С вами Читали Да То есть Вот Поля Филс Да Любые Написаны Звездочки То есть Все поля Любые У нас Сейчас Существует Одно Поле Тайтл Мы пока Больше Не создавали Так Это Пока Убираем Проверим Работу С полями И Добавляем Берем Наш Метод То есть Уже Разделяем Каждый Шаг Нам И Вписываем Поле Поле У нас Называется Тайтл Давайте Впишем Любое Другое Поле Абсолютно Р Поле У нас Нет Понятно Но мы Его Запустим Запустим Так Стоп Сейчас Возьмем Абсолютно Верно Мы Получили Ошибку Да Получили Ошибку И Смотрим Что Как у Нас Читается Эта Ошибка То есть Грубо говоря Нам Показали Что Филд Эро То есть Поле Не существует Торгерст Москаль Нас Интересует Фраза Филд Эро То есть Ошибка Поле В любом Случае Жанга Нам Вывел Много Но По сути Дела Я то Понимаю И вы Должны Потом Понимать Когда Работает Да И дальше Конкретно Филд Эро Канод Р Р Ну Грубо говоря Нифига Там нету Такого Поля Значит Абсолютно Верно Следующий Шаг Давайте Попробуем Добавить Да Вот это Вот Возьмем Здесь Markdown Мы Ввели Неверное Поле Да Это Простые Вещи Но Зачем Я показываю Ребят Потому Что Приходит Новичок И В ошибках Нифига Не Бум Бум Да А это Джупитер Отличная Вещь Поработать С ошибками Да Повводите Вы Что-то Так Неверное И посмотрите Ведь все Написано Совершенно Нормальным Языком Что Вы Знаете Что Поля Такого Нет Но Тем Не Менее Вам Надо Понять А Че Жанга Будет Вводить Да И Оно Дальше Оно Перечисляет У Казыка Слов Что Пишет Вам Нет Поля Дальше И Не Надо Да Ввели Неверное Поле Давайте Введем Верно У Нас Модели Поле Title Отлично Давайте Теперь Введем Верное Поле Title И Запустим Не Не Выдало Ошибки По Полю Title Run Обратите Внимание Вот Идет Валера Ну То Есть Я имею Ввиду Порядок Вывода Да Первый Идет Валера Потом Вот Это Потом Заголовок Потом Заголовок 4 5 Давайте Попробуем Вот Что Сделать Изменим Порядок Изменим Порядок Изменим Порядок Вывода И мы Сейчас Сможем Это все Наблюдать Ведь мы Видим Вот этот Вывод Крутая Строка Оставим Знак Минус И Выведем Так Не то И мы Видим Пошел Обратный Порядок Заголовок 6 Был Вверху Теперь Он у нас Первый То есть Обратный Порядок Но Смотрите Сейчас Ведь Жупитер Мы все Это Видим Воочию И видим Реально Изменения То есть Изменения Происходят Конкретно У нас На глазах Значит В этот момент Понятно Что мы Начинаем Глубоко Понимать Глубоко Понимать То что мы Делаем И это Совершенно Очевидно При этом Мы можем Комментировать Давайте Далее Еще применим Одну Операцию Здесь Мы Сразу Можем Для себя Пометить Да Выше Изменился Порядок Вывода Записи На Обратный Добавим Ограничим Число Записей Я Ребят Тут Сложное Рассказываю Сложное Я по моему Ничего не Рассказываю Все Сложное Стоит Из простых Вещей Добавим Возьмем Попробуем Добавить Скажите Пожалуйста Это Ордер Бай У нас Получается Картэш Да Давайте Поставим Запятую Попробуем Нужна Запятая Да Согласитесь Если Картэш Написан То правильно Было бы Поставить Запятую Это правильно Хотя Джанга Вот в этом Случае В принципе Ошибок Не выдает Здесь Можно Сортировать По дате Это очень Удобно Да Это у нас Тайтл Но если Здесь Допустим По дате Добавления То будет Очень удобно Дата То постоянно Продвигается Да И получается Записи Очень Классно Рассортированы Да В обратном Порядке Но уже Правильно По дате Хорошо Ограничим Число Записей Давайте Попробуем Давайте То что Надо было Понимать И то что Должна была Достроить Ваша память Если у вас Немножко Есть глубокое Понимание Пайтона Я читаю Что это Кортеж Тайпл Кортеж Теперь думаю Что Кортеж Кортеж Это Последовательность Значит Она Поддержит Извлечение По срезам Правильно Правильно Давайте Это Сейчас Проделаем На самом деле Если мы Наберем То мы Видим Да Действительно Кортеж Поддерживают Извлечение По срезам Так а чем Здесь Отличается Кортеж Да Ничем Отличается Вот так Я просто Показываю Как у вас Должно Достраиваться Знание Пайтон Да То есть Получается Что мы Извлечение По срезам Можем Здесь Доставить Давайте Попробуем 2-3 Новичок Если не понимает Что такое Извлечение По срезам То Что делает После просмотра Видео Не оставляя А сразу Идет Разбираться Извлечение По срезам Если У новичка В голове Что сейчас Пойду дальше Изучать Уроки Такие Бусановского Ребята Стоп Остановитесь Это будет Неверно Вы сейчас Вдруг Уперлись Не знаете Извлечение По срезам Оставлять На потом Никак нельзя Никак нельзя То есть Это Те вещи Извлечение По срезам Последовательность Как работают Списки Словари Кортежи Это Надо Чтобы отлетало От зубов И здесь Не должно быть Какое-то Ой потом Нет Это базовые Знания Которые должны Быть глубоки Всегда И то есть Считываться Моментально Как я вам показал В документации Просто Давайте посмотрим Что произойдет Выведем Так Выведем Стоп А что я сделал И Итак Мы Вывели Только Заголовок 4 Все верно То есть Огранитель Запись И Теперь Вам Домашнее задание Вот берите И считайте То есть У нас Во-первых Обратное Здесь Обратный Отчет Да И Мы Смотрим То есть Вы должны Посчитать Какой элемент Выводится Мы указали Там 2 и 3 И Считаем Да Считаем Какой Вот этот Вывелся Почему Почему Вы должны Ответить Сами себе Сейчас пойти Извлечение По срезам Что еще Здесь надо было Повторить Если Я говорил Про Кортежи Да В этом Моменте Просто Я объясняю Зачем Я в школе Вожу Вот такое Скрупулезное Изучение Командной Строки Ребят Здесь Всего Две Цели Если Вы хотите Писать Абсолютно На разных Языках Да То надо Вытянуть Зачем Я показывал Вам Сейчас Там В почте Да Сейчас Там Примеры Да Переменных Там мы вытянули Слово Инициализация То есть Во-первых Вытянуть Все Что касается Языков Во-вторых Обнаружить Пробелы То есть Если я Сейчас Говорю Вот это Кортеж Да И мы Прочитали Документацию И вы Мутно Представляете Что такое Кортеж То тоже Оставляем Все дела Это Базовые Вещи Да И мы Пишем Сейчас Повторить Кортеж И повторить Именно Вот так Вот Командной Строки То есть Кортеж Что значит Повторить Прочитать Что такое Кортеж Да Далее Все Что можно Касается Операций Создания Кортежа Вызов Кортежа Операции Кортежем Это Взять Вечер И Потратить Но Чтобы Но Чтобы Знание Базовое Допустим О самом Кортеже Потому что Он сейчас Попался Мы не пропускаем Вы поняли Это Очень важный Момент Потому что Приходит Человек И пошел Быстро Изучать В конце Концов Ни код Не может Писать Только Как Один парень Писал Со школы Что В принципе Можно же Не знать Питон Копируй Себе Куски Кода Там Поставляй Свои Переменные А зачем Вы же Профессионалом Хотите быть Правильно Значит Надо Очень четкое Понимание Я вас Учу Учу Бо в Сновке Никогда Плохому Не научу Потому что У меня Люди Пишут Код Посему Ребят Выявили Да Вы сейчас Кортеж Не знаем Значит Идем И работаем С кортежем По сути Дела Смотрите Какая Картина Получается Мы с вами Буквально За 10 минут Но по крайней Мере Разобрали Да Разобрали Несколько Методов Создания Разобрали Второй метод Аль Да Выявили Что Обязательно Допустим В данном Пагинация Далее Изучили Метод Ордер Бай Их не так Много Этих методов Посмотрите Кирисет И они В джанго 1.6 И в 2 Одинаковые Просто в 2 Их больше Ну там Какие-то Мелочи Но весь Принцип Он одинаковый Но по сути Дело Если Вот так Разобраться С этими Методами Да То получается То Вы с базой То уже будете На ура Как хотите Записи Выведите Грубо говоря Там Хоть вверх Ногами Да Там К потолку Будет у вас Люстра На полу Как хотите Да Но вопрос в том С этого и начинает Складываться Настоящий Профессионализм И настоящее Понимание Джанго Только Вопрос Смотрите Вот еще Интересный Момент Ведь мы Сейчас с вами Работаем И с документацией И с проектом Да И с проектом Получается Мы решаем Вот столько Задач Давайте их Сейчас попробуем Написать Когда мы Работаем Значит Первое Понимание Что такое API Вы уже узнали Да То есть API Джанго Это и есть Работа Джанго Но с командной Строки Через API То есть Мы имеем Как API Это и есть Обращение К Частям Джанго В данном Случае Мы Обращаемся К Выборке Объектов То есть Кересет Кересет Это и есть Выборка Объектов Да И извлекаем Наши Объекты В данном Случае Это у нас Заголовки Из базы Данных Следующим Шагом У нас уже Будет Написание Самой Функции Но с четким Пониманием Что и как Делать Что как Извлекается Да Конечно Значит Смотрите Что получается Получается Что Джанго Понимаем Хорошо Джанго Понимаем Да Как Понимаем Понимаем Как работает Следующее Питон Понимаем Как работает Потому что Когда мне говорят Что Ой Для работы Джанго Питон Не надо Ну конечно Питон Не надо Ребят Не ведитесь На такие вещи Ни в коем случае Иначе будете Так Как Парень Как-то в школе писал А вы знаете Я кавычку Не поставил Вы знаете Я тут сидел И стал Ёпта Я Блять Ка Ебис Ты У меня Сразу Я не знаю Чуть не до Валерьянки Как услышу Кавычку Да Это примерно То же самое Ну как сказать Сейчас придумаю Чтобы вам было понятно Ну это то же самое Что в машине Свеча Свеча А для женщин Вот будет понятнее Иголка в машинке Да Швейная Это сказать Вы знаете А я Вот эту Продолговатую штучку Не поставила Ее с тебе Бери Как говорится И никто не понимает Что это такое В принципе Все это можно Сейчас проверить Сейчас я объясню Убираем эту кавычку Которую Кто-то когда-то Не поставил И по сути дела Ну человек Копался Но правильно Пайтон не знал И быстро полез в жанка Тут написано Шарлен стринг Литерал То есть грубо говоря Это уже не строка Кавычка Так вот Правильно было бы сказать Что Строка Есть понятие Кавычек Пайтон Что это Это строка Значит мы Что добавляем Добавляем Да То есть у нас Полноценная строка Синтаксис Да Просто нарушен синтаксис И все будет уже окей Да Все окей Поэтому Ребят Пайтон Это обязательно Почему Потому что Такие вещи Что после Например В кортеже После единственного элемента Надо ставить запятую То что Строка Это Это есть строка И мы ее воспринимаем Одинарные Двойные кавычки Допустим В пайтон Да Это как строку В котлен Там будет Это массив Строк Или в джава Вопрос то Что вы должны Это воспринимать Как типа Объекта Пайтон Да Вот это я Наверное Понимаем Как работает Пайтон И где В джанго Вот этот вот Пайтон То Вообще Еще Я обязательно Дам Такую вещь Посмотреть Сейчас Пока уже Это закроем Такую вещь Посмотрите Вы посмотрите Видео Вот как работает Джанго Я записывал Но дам Еще В этом видео Уроке Почему Потому что Я объяснял Что с чем Связано Джанго Зачастую Ребята Не понимают Наверное Меня быстрее Найти будет Вконтакте Но там Будет Ссылка На видео Сейчас Один сек Просто Ну вот Человек Уже писал Что Валерий Иванович Здравия вам Я разобрал Джанго Теперь Все стало Как на ладони На самом деле Джанго Действительно Очень просто Надо разобраться И поэтому Я решил Что надо Наверное Объяснить Один раз Вообще Что с чем Связано Джанго Почему Потому что Логику Python Ко всему Джанго Нельзя Применять Применяется Только К представлениям Да И вот Здесь Вот допустим При выборке Я вам тоже Показал Что Когда есть Знание Того же Картежа То в принципе У меня Логика Вся Выстроилась Сразу Вот этот Урок К концу Пятого урока Будете понимать Как работает Джанго Вот это Тоже Дам То есть Две статьи Дам Итак Python Понимаем Как работает Python Следующая Работа с документацией Работа с документацией Начинает продвигаться Нормальный уровень Да С доками Почему Потому что Со временем У вас набивается рука И уже четко знаете Как посмотреть Где повторить Учить все не надо Надо просто Один раз разобраться Знать Как это делается В принципе Открыл Быстро Доки Посмотрел Как что Извлекается И все Далее Самое главное Это выявить Выявить Узкие места А мы с вами Прямо на практике И показали Что Оказывается Мы здесь затронули В данных примерах Мы затронули Кортежи Мы затронули Выборку По срезам Это И назвали их Именно базовыми Вещами Которые Понимание Не может быть Там Слабо Оно должно Отлетать И быть Очень мощным Сразу Да То есть Это классно Классно Выявить Узкие места Дальше Ну и Конечно же Глубокое Понимание Да А Ну Понимаем Как работает Вот мы Написали Теперь Вы можете Сами Сделать Вывод Что Работать С Жупитер Это Очень круто Дальше Мы сохранили Объект Сохранили Это И он Сохранился В документ Теперь Этот документ Можно переслать Кому-то Он его Откроет Жупитер И проделает Самое главное Что вы можете Свой Маркдаун Да Что мы делаем Для проекта Как я ранее Ранее говорил Да Себе Помечать Эти документы И к нему Всегда Можно вернуться Что-то Изменить Что-то Допонять Это все Остается У вас Это и есть Сила Это и есть Правильное Развитие Вашего Вас В программировании И программирование В вас То есть Когда Моменты Вот как я Говорю Когда начинает Действительно Реально Прорастать То есть У вас Там где Понимание Запомните Там страха Никогда нет Да Ну в принципе То что я хотел Рассказать Я и Рассказал Так Где-то я ругнулся Не надо на меня Обижаться Это Так получилось Но Меня уже Не изменишь Да Единственное Что вы должны С этого было понять Что Типы данных Если это строка Значит не надо Ее называть Там Слово С двумя там Кавычками Слева и справа Это будет просто Неправильно Поэтому Строка Есть строка И она обозначается Вот таким-то способом Если вдруг Поняли Что где-то И там хромает То сразу Идем в строки Ничего страшного Просто надо Выявить И Принцип Принцип Ребята Вот что Главное Принцип Обучения Обучение Вот то Что я сейчас Показывал Это Выявление Базовых Вещей Базовых Вещей Что Где понимание Должно Быть Крепким То есть Как раз Когда я вам Рассказывал Что повторите Кортежи Если там Заминка Зашла То я вам Проговаривал Как раз таки Вот эти вещи Кортеж Строка Любые типы данных То есть Это нельзя Оставлять Что ой Потом Да Вот сейчас Метод Да Мы Использовали Я всегда Его рекомендую Метод сейчас Сейчас И здесь Иными словами Сейчас Приведу На более понятный Язык Если мы С вами Сейчас Делали И В документации Прочитали Что В данном Случа Мы Работали С кортежем Да И где Меняли Да При помощи Знака Минус И поле Тайтл Да Меняли Порядок Но знали Что это Кортеж Да То И вдруг У вас Всплыло В голове Что Кортеж То вы Прошли Ну в принципе Так Средненько Что-то Помните Да То Не откладывая А прямо Сейчас Вы идете После этого Занятия В кортеже И Начинаете Делать Три вещи С кортежем Первое Создание Кортежа Второе Что Можно Делать С кортежем То есть Операции С кортежами Ну вот Как здесь Допустим Извлечение По срезам Что возможно Третье Методы Применяемые Кортежем И это Надо Просто Опять же Проделывать Так Описывая Да Чтобы у вас Работало То есть По сути дела Проделываете Раз Проделываете Два На третий Раз Когда вы Пишите Допустим Как я Здесь писал Да Два Три То есть Я пишу Но при этом Я четко Уже знаю Наперед Чего и Ожидаю Что излечется Вот это Очень важный Еще параметр Формирование Правильного Результата Это Очень важный Момент Ребята Он Только Наработать Его же Нельзя Там Взять И откуда Там Вынут Да Чтение Тоже Мало К чему Ведет Да Надо Просто Брать И писать Код Иными Словами Что у вас Должно Происходить Еще раз Повторюсь Мы с вами Работаем Да Работали Изучили Три метода Там Криат Аль И Ордербай При этом Когда Вы это Допустим Не знали А я Сейчас Проделал Вы вместе Со мной Вы увидели Что происходит Но пока Это мой опыт Да Это то Что я вам дал А теперь У вас должен Появиться Свой опыт То есть Вы это Должны Прописать Допустим Вот вы Сделали Это задание Слушаем И делаем Так Именно Ребята Это важно Почему Асачи Начал писать На двух языках Потому что Все просто Слушал И делал Так и делает Почему Там Дима Начал Уже в Жанго Разбираться Круто Потому что Начал делать У него У него Получил Свой опыт Начал Решать Проблемы Именно Как Программист А программист Это прекрасная Профессия Потому что К вечеру У вас Либо есть Либо код Работает Либо нет Любой кусок Кода Это же Очевидно Это классно Это круто Так вот Смотрите Как учиться Давайте Запишем Как учиться Как учиться Чуть затянул Урок Ну ладно Это в принципе Раз проделали Второе Раз проделываете Добавили в эту модель Какое-то второе поле И уже проделываете Да Но Смысл в чем Смысл в том Что Вы посмотрели В документации Это раз Второе Когда вы Пишите метод Да Вы наперед Знаете Что должно вывестись Вы наперед Знаете Конечно же Дальше Мы еще тут Не записали Работа С ошибками Да Мы с вами Видели Что Мы Когда запускаем Ошибки Да Мы четко понимаем Что нам пишет Джанго То есть Конечно же Если вы не будете Работать с ошибками Работать с ошибками Да То Конечно же Программирование Будет даваться Сложно На самом деле Всегда В конце Джанго Пайтона Они очень четко Пишут Что не так Произошло Но когда Вы четко Понимаете Что вы допустили Ошибку Да Ведь как Исправляется Ошибка Исправляется А потом Воспроизводится Записываем Все Запоминаем Ошибку Всегда надо Воспроизводить Тогда она Запомнилась И это Ваш опыт И это Понимание И последний Момент Как учиться Да Вот этот момент Заострим Внимание То есть Ну вы уже поняли Но еще раз Как говорится Когда вы уже на второй На третий раз Прописываете Модель То вы уже четко Должны в голове Результат Представить Чего вы ожидаете То есть Вы уже знаете Не так что Ой А как оно получилось А вы уже четко Понимаете Какая запись Или что должно Вывести Что должно Произойти При этом Методе Да При этом Смотрите Обратите внимание Насколько у нас Этот маленький урок Получился богатым Если Где-то Первым Мы создали Объект Второе Мы отработали Метод Альну При этом Приобрели Определенное знание Что обязательно Надо по генации Запомнили Это При этом При Ордер Бай Мы во-первых Когда смотрели документации Помните Я там говорил Там Все поля То есть Уже Научились Немножко по-другому Смотреть на документацию Смотреть А что там Документация нам показывает Это у нас Чуть-чуть возросло понимание Плюс Мы все это Попробовали С полем Изменили Потом Порядок Да А потом добавили Так как это Кортеж И Кортеж Это последовательно Значит Можно извлечение По срезам Ведь это Все очень просто Если есть Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь По порядку И То есть Последовательно Да Это и есть Последовательность Когда То В последовательности Можно какой-то элемент Выбрать Да То есть Это опять Логика Это опять Относится Чисто к языку И чисто к Python Если Таким Способом Делать То Ваше Понимание Растет Геометрической Прогрессии Но именно То Что я Все Рассказывал Что Вы Когда Попался Момент Что вы Что-то Не знаете Да И Что-то Не знаете И Сразу Это Повторяете Вот это И есть Эффективное Обучение А не Потом Потом Запомните Это Никогда И Когда Вот эти Вот Потом 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 Вы Пропускаете Да То К концу Года Вы Приходите Код В принципе Вижу Читать Могу Писать Не могу Вот И все Вам Это Надо Зачем Тратить Пустое Время А вот Такой Метод Обучения Как Вот Я Показал Сейчас Он Очень Эффективный Здесь Все Ясность Все Есть Да Ну И Дальше Мы Уже Можем Смело Перейти К Написанию Самой Функции Опять же Многому Просто Я Неужели Где-то Сложный Что-то Показывал Все Сложность Стоит Из Простых Вещей Очевидных Вот И все Итак Ребята То Что Касается Двух Ссылок Там На Уроки Поджанга И на Статью Миши Беляковского Я Дал В описании Плюс Команды Как запускать Жупитер Ноубук Ну Остальное Все Приходите В школе И работаете Надо Получить Пожизненный Доступ Вот И все Начинать Надо С сайта SPB Or To .ru Вот Мною Рекомендуемый План Первое Начинаем С Python Когда Только Прошли Функции Python Начинаете Подключать Kotlin Второй Язык С функцией Kotlin Там Уже Так Построены На Функциях Обучения Kotlin Зачем Я много Рассказывал Найдете Уроки Зачем Изучать Два Языка По одной Простой Причине Что У вас Пойдет Сравнение Вы Начинают Во-первых Чтобы Было Более Понятнее Вот Такие Понятия Как Инициализация Да То есть Оно Относится И к Python И к Kotlin Инициализация Переменной Что Это Значит Да Как Мы Рассматривали Ранее Вот Эти Понятия Все Начинаются Очень У нас Идет Понимание На отличиях Да То есть Одно Вытягивает Другое И Вы можете Смело Допустим Как я показывал Работаете Спайт И Kotlin Проходим Переменные Ага Проходим Переменные Сейчас Спайт И Kotlin Что Сложно Взять Переменные GC Что там Что-то Новое Напишут Там Будет Просто По-другому Называться Оператор Но Что-то Новое Там Вы Не Узнаете Ну Что-то Я Неправильно Выразился Что-то Такое Что Вы Не Способны Понять После Того Как Вы Поняли Там Как Пишутся Переменные Python И Там Переменные Kotlin Да То Беря Третий Язык JavaScript И Просто Вам 10 Минут Затратив Что Разобрался Разобравшись Какие Там Переменные То Вы Оказывается Поймете Что О Я уже Переменные Пишу На трех Языках Ничего Сложного Нет Что Там Сложного Запомнить Что В Kotlin War И Валь Есть Изменяемые Неизменяемые Что Python Так Что В Kotlin То Есть Жести Там Лет Допустим И Так Далее Нет Сложного Ничего На самом Деле И Это Все Ложится Очень Естественно Ребят Спасибо За Доверие Все Получится Редактор субтитров